Начнем программу, как обычно, с сюжета «Наболело» с улыбкой на лице. Ну, потому что такая у нас кировская душа. Нам больно, а мы улыбаемся. Уже седьмой месяц улыбаемся в пуховиках и в шапке. Но не об этом. Рубрика «Наболело». Выбирая между красивой обувью и резиновыми сапогами, жильцы дома номер один переулка Лугового выбирают резиновые сапоги. А причина всему – вот такая красивая дорога. Как рассказала Екатерина, мучаются прохожие с этой дорогой уже не первый год. Некоторые придумывают новые способы, как пройти по этой дороге и не замораться. У нас же есть новая мода. Сегодня я видела утром, когда девушка одела наверх сапогов пакета и пошла с пакета. На сапогах пакета, и там умникса сняла и пошла дальше довольная. По-другому у нас никак. Во всем городе сухо, у нас всегда грязь. Не только пешеходы, но и автомобили страдают от этой полосы препятствий. Подвеску, подвеску ремонтируем постоянно. От всех владителей прошу сделать эту дорогу. В конце концов уже просим больше года, ждем, когда нам отремонтируют. Потому что очень жалко и машины, и пешеходов, которые ходят здесь. По словам девушки, все жильцы надеялись, что проблем с этой дорогой у них не возникнет. Нам обещали, что два раза в год будут нам выравнивать дорогу. Я только один раз видела бульдозер за два года, за полтора. А, то есть обманывают. А кто обещал? А, администрация города. Когда активные жители перестали верить в обещания администрации, они попытались обратиться во всевозможные инстанции. Первый раз было у меня обращение в прокуратуру. Прокуратура нас поддержала и обязала администрацию города сделать нам дорогу. Подали также в ГАИ. В ГАИ суд мы выиграли. То, что это нарушение прав человека, что у нас нет ни дороги, ни пешеходной зоны. Оно, конечно же, у администрации денег нет. Дороги не ждите. Они так сказали? Да. Как оказалось, плохая дорога – это не единственная проблема. Также отсутствует полностью освещение. Полностью. Также пришел ответ администрации города с гор электросети, что надо на это очень много денег, аж всего 160 тысяч рублей. И это также не будет раньше 20-го года. А то есть вы сейчас как, с фонариком, что ли? Да, вот идем вечером фонариком с телефоном, посвящаем себе дорогу. И тут вроде бы логично было закончить сюжет, но нам на пути встретился мужчина, и как он сам представился – Михалыч. И посоветовал смотреть на все проблемы с улыбкой. Вы как-то позитивно смотрите на эту ситуацию? Если мы будем вот так все время себя грузить, не дожили бы до 75-ти. То есть вы предлагаете не грузиться? Быть оптимистом и верить в этих сушкарей. Что они сделают дорогу? Я верю в них. Когда они проснутся и перестанут воровать. Ждем дороги. Спасибо. И верим в наше будущее, в коммунизм. Да? Хорошо. Надеемся, что у администрации города найдутся деньги на то, чтобы хотя бы выровнять дорогу, ну и поставить куличное освещение. Оксана Стяшкина, специально для программы «Виатка Тудей». Субтитры создавал DimaTorzok